Расслабьте руку, не напрягайте. Координация, речь, чувствительность. После инсульта организм может потерять важные функции. И тут в борьбу за здоровье вступает Татьяна Чистякова, врач-невролог. Родилась она в Красноярске, медвуз закончила в Томске, а людей лечит на Алтае. Приехала сюда вслед за мужем, говорит о белом халате, мечтала с 6-го класса. После прочтения биографии знаменитого хирурга Фёдора Углова, новатора автора изобретения искусственного клапана сердца. Любопытно, что толстая книга с медицинскими терминами не отпугнула ребёнка, а наоборот. Прочитала книгу «Сердце хирурга». И я после прочтения четко поставила перед собой цель поступить в медицинский институт. Фёдор Углов, он описывает о своей врачебной работе, свои примеры, он там описывал, очень интересно. По стопам Углова Татьяна сначала выбрала хирургию, но в итоге ушла в неврологию и сейчас признаёт, что это её призвание. Ему она посвятила пока лишь 11 лет, лечит острые нарушения мозгового кровообращения. Говорит, такие болезни в последнее время сильно молодеют. Была у нас женщина молодая, которая где-то в 20 лет у неё был ишемический инсульс, с трансформацией. Она поступила к нам в коме, 5 дней в коме, и закончилась тем, что она вышла совершенно здоровой. Вот это вот, наверное, запоминается. Неврологическое отделение рассчитано на 60 коек. Сейчас она всё под завязку. Татьяна заботится о каждом пациенте, а они боятся её потерять. Говорит, когда больные узнали, что её сын поступил на инженера в другой город, заволновались. Есть такие пациенты, которые даже спрашивают, а вы никуда не уедете? Уезжать она не собирается, и несмотря на большую нагрузку, мечтает ещё больше времени проводить с пациентами, а не с историями болезней. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Валентина Аскерова, Илья Халяпин.